Учреждение образования в Щелковском районе проверит на соответствие требованиям безопасности. Оперативное совещание глава района с руководителями ключевых служб началось с минуты молчания по погибшим в Керчевском колледже. Алексей Валов дал указание проверить учреждение образования на безопасность. В каждой школе, в каждом заведении социальном у нас практически везде есть такие возможности проходить психологические тесты. И если в школе находится, в классе находится мальчишка, который по тем или иным своим особенностям характера не может ужиться в коллективе, надо бережно отслеживать это, тщательно отслеживать это. Администрация района формирует дорожную карту деятельности инвестиционного блока на 2018-2019 годы. В основу положены результаты проведенных переговоров с потенциальными инвесторами. Прорабатываются предложения для представителей крупного, малого и среднего предпринимательства. В сфере фармацевтического производства по выпуску служебных форм подбирается земельный участок, отвечающий требования корпорации. Проведены переговоры с сетью медленных магазинов КОП о возможности предоставления земельного участка. На уровне профильного изместителя состоялись переговоры с финансовыми компаниями, готовыми обеспечить поддержку предприятий. Прошли встречи с руководством компании на предмет расширения действующих производств, привлечения инвестиций в новые направления. Я думаю, что там все получится так, чтобы у нас была дополнительная инвестиционная привлекательность. И вот по разговорам вчера при посещении технопарка мы услышали, что резиденты есть. В социальной сфере район спланировал строительство семи детских садов в период до 2021 года. В программу мы попали семью детскими садами. Очень благодаря заработанию Николаевича, Натальи Владимировны, всех коллег, кто принимал участие. То есть программа по строительству детских садов в 2021 году рассчитана на сумму инвестиций составит в Щелковской районе 1 миллиарда 200 миллионов. Наряду с дошкольными учреждениями запланировано строительство девяти школ. Семь за счет средств Московской области и Щелковского района, две на внебюджетные источники. Пристройку к Минвежоозерской школе планируют построить к концу 2018 года. Строительная готовность на сегодня составляет 50%. Школы в Солнечном на 22%. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года. Школы на 275 мест по улице Шмидта и 825 мест в микрорайоне Финский находятся в активной стадии проектирования. Готовится заявка по выбору застройщика школы в Жигалове. Не стоит на месте выполнения программы переселения. Более ста семей, проживавших в аварийном и ветхом фонде, получили квартиры. По целевой программе «Молодая семья» городского поселения Щелково выдано 15 свидетельств на получение социальных выплат. Всего за 2018 год мы просили 55 семей из аварийного жилья и 54 семей из ветхого жилья. Надо эту работу продолжать. Это очень непросто, я знаю, пройти все этапы согласования с профильными структурами, институт строительного комплекса, с другими структурами. Но эту работу надо активизировать. В следующем году темпы не уменьшились, а увеличились. Повестка оперативного совещания была довольно обширна. Один из вопросов касался выполнения программы восстановления инфраструктуры военно-городков в Монино-Медвежоозерском. В частности, за три года в поселение Медвежоозерское было вложено более 300 миллионов рублей не только на восстановление сети водоснабжения, теплоснабжения и ремонт котельной, но и благоустройство, а также строительство спортивных площадок. В Монине продолжается реконструкция станции обезжелезивания и регбийного стадиона. На 75% восстановлен дом офицеров. Готовится документация на реконструкцию плавательного бассейна. В общей сложности на восстановление инфраструктуры бывших военных территорий инвестировано более 700 миллионов рублей. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».